Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Пётр Завьялов. И вот о чём мы расскажем в выпуске. Более тысячи звонков за три дня работы в республике заработал единый колл-центр для ковид-пациентов. 1400 призывников Удмуртии пополнят ряды армии. Как будет проходить осенняя кампания в комиссариате, дали разъяснение. Почти сто нарушений с начала года. Железнодорожники напоминают водителям правила переезда. И проверка погоды. Почему в Шарканском районе ждут сезоны дождей, объясним. Осенние каникулы школьников будут на неделю длиннее. Такое решение принял оперативный штаб республики. Делается это для того, чтобы разобщить коллективы и сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, в том числе в самих педколлективах. Учителя сейчас испытывают значительную нагрузку. Многие из них находятся в зоне риска, поскольку это и пациенты с хроническими заболеваниями, и лица старше 65 лет. Поэтому сегодня было принято решение о продлении каникул на одну неделю. Для тех, кто учится на условиях триместра, это на неделю раньше, для всех остальных на неделю позже. С начала пандемии в республике уже зарегистрировано более 6000 случаев заражения. Кроме этого, в Удмуртии дополнительно разворачивают койки для лечения ковид-пациентов. Для этого будет перепрофилирована 6-я городская клиническая больница Ижевска. И по решению оперативного штаба в Удмуртии вновь создают 258 мест в обсерваторах для долечивания пациентов с ковид-19. В Удмуртии заработал колл-центр специально для ковид-пациентов и не только. Сколько звонков уже приняли за первые три дня работы и на какие вопросы пришлось отвечать – подробности у Марии Шершовой. Общаться по телефону для Марины Рябовой – привычное дело. На своей основной работе она руководит службой «Телефон доверия». Теперь помогает здесь, в Едином консультационном центре. Центр работает официально с понедельника. Работа довольно-таки напряженная и активная. Звонков много. Этот консультационный центр создали в республике для поддержки пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно. Лечатся дома. У каждого оператора, а не все с медицинским образованием, есть чек-лист. Это вопросы, по которым можно дистанционно оценить состояние такого пациента и, если нужно, вмешаться, отправить в поликлинику на корректировку лечения или вызвать скорую, чтобы срочно госпитализировать. И такие случаи уже были. Мы не просто узнали состояние пациента и направили его или на вызов врача или скорой помощи. Мы оценили состояние и видим, что да, пациент тяжелый и нуждается либо в госпитализации, либо обязательно назначение корректирующего лечения. И на следующий день отзваниваемся пациенту и узнаем, оказана ли ему была медицинская помощь, или госпитализирован ли данный пациент был со своими симптомами. То есть обратная связь у нас тоже налажена. А если нет? Если нет, тогда мы снова передаем эту информацию о пациенте в лечебное учреждение уже на уровень заведующей или главного врача. За первые три дня работы сотрудники консультационного центра получили более тысячи обращений. Звонят не только те, кому уже назначили лечение от ковид, но и те, кто только получил положительный анализ на руки, а также лица из так называемых контактных групп. Мы прекрасно понимаем, что инфекция такова. Коварство ее, что заболев один член семьи, он непременно может заразить и других. И, конечно, семьи, где есть пожилые люди, где есть дети и работающие люди, у них возникает вопрос о том, как им организовать свое пребывание на карантине. Поэтому мы тоже объясняем правила и порядок выдачи больничного листа, поведение человека, который находится в контакте с ковидным больным, и тактику дальше. Много звонков и от тех, кто не может сейчас попасть на прием в поликлинике. В республике заработал единый колл-центр. К нему подключены 10 медучреждений республики. В ближайших планах на него переключить и операторов консультационного центра, чтобы и они могли напрямую помогать записывать пациентов на прием. А это значит, работы здесь будет больше. Сейчас здесь трудится 15 операторов. Штат планируется утроить. Мы планируем увеличить число сотрудников до 50. И поэтому в этой связи я обращаюсь ко всем медработникам, кто уже вышел на пенсию и, естественно, по состоянию здоровья и так далее, не может работать сейчас в системе здравоохранения в поликлиниках и в больницах. Но при этом готов заниматься вот таким консультированием. Ваш труд будет очень востребован. Глава продиктовал и номер телефона, по которому ждут звонков от медиков, готовых работать в консультационном центре. Мария Шуршова, Оксана Худякова, Юрий Зелененький. Новости. Железнодорожники сегодня вышли в рейд. Напомнить водителям правила переезда железнодорожных путей. Статистика вынуждает заняться профилактикой. Только на территории Ижевска с начала года зарегистрировано более сотни нарушений на железнодорожных переездах. 7 августа в границах города Ижевска было дорожно-транспортное происшествие с водителем легкового автомобиля и пригородным поездом. Это перегон Ижевска-Заводская, 138-й километр. Автомобиль выехал под запрещающий сигнал светофора и въехал в пригородный поезд. Уже своевременно не остановился, не посмотрел по сторонам. Но, к счастью, это без схода подвижного состава и без последствий для жизни граждан. Вручая памятку, железнодорожники напомнили и об ответственности. За нарушение правил переезда путей водитель может быть оштрафован на 1000 рублей или лишиться прав на срок до 6 месяцев. При повторном нарушении права у автомобилиста заберут уже на год. В республику пришли осадки. И такая погода, считают жители Шарканского района, позволит оценить, насколько качественно здесь выполнили ремонт самых сложных участков дороги, соединяющих Шаркан с соседним Якшур-Бодинским районом. Подробности у наших журналистов. Дорога до старых быгов больше не музейный экспонат. Так в шутку местные называли грунтовку, ведущую культурной столицей финно-угорского мира. Такой статус быги получили 6 лет назад. Тогда и прославилась их дорога. Помню, в 2014 году, когда стали приезжать первые гости, журналисты, как раз прошел дождь, и они спрашивают у нас, а что за у вас покрытие на дороге? Красное и жидкое. Это была на самом деле глина. И абсолютно не проезжие. Ну как с такой дорогой развивать туризм или агробизнес? В Быгах работает крепкое хозяйство. По этому дорогу включили федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году здесь проложили более двух километров асфальта. В этом еще чуть больше четырех. Но, как показала лабораторная проверка, работы были выполнены некачественно. Какого-то норматива на устранение дефектов нет. Здесь все зависит от того, насколько подрядчик хочет сдать выполненные работы. Потому что пока он не локализует, не устранит участки несоответствия, работы приняты и оплачены не будут. Соответственно, подрядчик заинтересован в том, чтобы максимально оперативно выполнить работы по устранению дефектов. Еще больше заинтересованы местные жители. В Быгах надеются подрядчик все доделать до конца октября. Мы в ожидании, потому что у нас сегодня тоже дети приезжают. Это и школьный маршрут, потому что вторая деревня. Там немало детей. И в Нижних Быгах, и в Нижней Казис. Поэтому я считаю, что где-то к концу, ну числа, до 20 октября, вот представляете, я на каком месте на себя беру, уже смело заявляю. Но я так считаю. До 20 октября, надеюсь, что откроется основная часть. А эта гравийная дорога уже готова. Участок протяженностью почти в 2,5 километров в межсезонье и в дожде становился абсолютно непроезжим. Второй год подряд республика целенаправленно за счет собственных средств приводит такие дороги в нормативное состояние. Здесь восстановили покрытие, отремонтировали водопропускные сооружения. На данном участке автодороги Якшар-Бодио-Шаркан-Сурсава было произведено ремонт. Участка протяженностью 2,4 километра. Площадь покрытия здесь ищет ПГС, а у нас получается 16 800 метров квадратных. Этот участок комиссия приняла не с первого раза. Попросила уплотнить обочину, прочистить водостоки. А местные жители, опасаются, как бы не повторилась история двухлетней давности. Тогда здесь тоже, на этой же дороге, Шаркан-Якшур-Бодио, отремонтировали еще один участок. Он тоже был непроезжим, но через год подрядчик и через суд заставили все переделывать. Жители пока ждут, что будет. У нас, видите, было в Ворчине, очень плохая там была дорога, когда сделали прошлый год, позапрошлый год ведь ее делали. Поэтому народ ничему уже не верит, все сомневаются. Будем смотреть по погоде, только так. Свою оценку дороги жители Ворчины, говорят, дадут после дождей. Осадки ожидаются как раз на этой неделе. Оксана Худякова, Елена Слезарева, Юрий Зелененьки. Новости. Всех призывников Удмуртии проверят на ковид. В республиканском военкомате сегодня рассказали, как проходит в регионе осенняя призывная кампания. До конца года ряды армии пополнят 1400 новобранцев из Удмуртии. Служить они будут в сухопутных, ракетных войсках, ВДВ и также в войсках Воздушно-космических сил и в Национальной гвардии. Призыв будет проходить с учетом эпидобстановки. Сборный пункт, как и весной, будет работать в закрытом режиме. Встречи с родственниками и друзьями будут под запретом. На сборный пункт будут доставляться на автомобилях, которые будут проходить специальную обработку. На сборном пункте Удмуртской республики созданы несколько ступеней барьеры. Здесь также будут все 100% проходить тестирование. И не только призывники, но и наши работники. Доставляться в части призывники будут изолированы, без контакта с пассажирами автобусов и поездов. Призывная кампания продлится до конца декабря. И первых призывников к месту службы отправят уже 15 октября. А лицеисты в Камбарке теперь углубленно изучают химию. Уроки им проводят не только свои школьные учителя, но и преподаватели престижных столичных вузов. Город готовит себе кадры. В менделеевских классах побывали и наши корреспонденты. Итак, ребята, запоминаем правила, как мы правильно читаем химическую форму. Читаем все, что идет слева направо. Обычный урок химии в необычном менделеевском классе. Такой впервые в этом году открылся в Удмуртии в Камбарке, чтобы дать школьникам возможность постигать сложную науку под контролем столичных преподавателей. Практические занятия здесь ведут педагоги лицея, вебинары по математике преподавателей УДГУ, уроки химии, специалисты одного из крупнейших профильных вузов страны – российского химико-технологического университета имени Менделеева. Уроки организуют как в онлайн, так и в офлайн форматах. В проекте школьники участвуют с восьмого класса, когда только начинаются уроки химии. В наше время много проблем экологических, и чтобы решить все экологические проблемы, я перешла в этот класс, чтобы стать экологом. Менделеевский класс открывает билет в будущее, то есть после него может быть поступить выше учебное заведение. Химия – очень интересный предмет, так как химия окружает нас везде. Чтобы постигать науку, было еще интереснее и нагляднее. Упор на практику. Для этого в менделеевских классах есть все необходимое оборудование. Для преподавания предмета химии мы получим Менделеев бокс. То есть это набор инструментов для проведения опытов. Конечно, там будет лаборант, который будет помогать учителю. Все учителя у нас пройдут курсы повышения квалификации. Но в принципе учителя обучены, с высшим образованием, я думаю, у нас все получится. Вопрос с кадрами в комбарке актуален. А ток кадров из города Большой. Менделеевская программа нацелена как раз на то, чтобы школьники поступали в столичные вузы и возвращались работать в республику. Предполагается, после первого этапа обучения ребята получат квалификацию лаборант. Первое, что планируется. Ну и правильно, как уже отметили, это 10 баллов при поступлении в высшее учебное заведение. Что тоже является немаловажным и плюсом, тоже стимулирующим. Ну и, конечно же, это занятость. То есть, это возможность в последующем, как специалисты, реализовать себя в этом направлении. Это и рабочие места, соответственно, и в нашем регионе. И, конечно, в нашем комбарском районе. Вместе с Удмуртией в этом году в федеральный проект включились еще 4 региона. Иркутская, Кировская, Курганская и Саратовская области. А в планах географию проекта расширять. Елена Буховская, Василий Хохряков. Новости. Наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Увидимся.